Приветствую! В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты 10.378 и 10.379. Эти законопроекты касаются установления новых правил мобилизации во время военного положения и ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства. И сегодня я уже выпустил два видео по поводу этих законопроектов, где мы разбирали вопрос следующий, кого лишат отсрочки по новому законопроекту и вопрос новой нашей обязанности, согласно которой мы все должны явиться в ТЦК. Ссылочки на эти видео есть в описании к данному ролику. Рекомендую посмотреть, чтобы у вас сложилась полная картина того, что же написано в этих законопроектах. Здесь же мы поговорим о новой нашей обязанности, об обязанности носить документы, военно-учетные документы во время мобилизации. И здесь я считаю, что вы все равно должны знать, как я отношусь к этому законопроекту, да, понимать вот мою позицию. И мою позицию можно выразить просто. Данные законопроекты мне не нравятся. Не буду занимать ваше время пояснениями, почему. Думаю, вы сами увидеваете видео, почитав, как изложен юридический материал в этих видео, сами поймете, почему эти законопроекты мне не нравятся. Давайте будем их читать. Читать законопроект 10.378 мы будем на 15-й странице, где изложен текст новой редакции статьи 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И обратим мы внимание на вот эту часть, на шестую, и давайте вместе ее почитаем. Упыри от проведения мобилизации. Крим целевой. А сейчас у нас не цельова, сейчас у нас загальна мобилизация. Громадяни Украины віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті, виключені з військового обліку, зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ та під'євляти їх за вимогу у повноваженого представника ТЦК ТСП або поліцейського. І вот здесь давайте розбиратися детально. первое, ми понимаємо, що касається граждан Украини от 18 до 60 років. І в тому числе це касається і жінчин, кстати, тіх, які перебувають на військовому учете. При этом обратити внимание все, тому що хтось скажет, що я не ношу документ, тому що, мол, я ж исключен з учета. Здесь це учтено. І, соответственно, все должны иметь документ. Вот, смотрите, ті, хто перебуває, снят, исключен. То є в будь-якому слухає ви должны носити з собою документ. Но будете должны, якщо цей законопроект буде принят. І що далі указано? Пред'являти їх за вимогою. І здесь указано за вимогою кого? Представника ТЦК і поліцейського. І якщо з поліцейським все понятно, то для мене, конечно же, вопрос буде, а як представитель ТЦК буде подтверджати, що він є уполномоченим представителем ТЦК? Ну, вот этот вопрос не решен. Потому що, а вдруг це не представитель ТЦК? Мало ли, хто може знайти сейчас военну форму, ходити в ней і під видом представителя ТЦК і СП, можливо, там совершати якісь якісь действия нехороші. Далі. І так, здесь ми поняли, що нас всіх обязують носити военно-учетний документ. Це либо воєнний билет, либо приписне посвідчення, либо тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. Вот один із них должен буде у нас з собою бути. Причем, обратите внимание, не копія там, не фотографія, а именно сам документ. Далі йдемо. Смотрим абзац 2-й, вот здесь уже. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призерівників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, підходя до нас, поліція, ТЦК, буде сразу фіксувати на видеокамеру, скорее всего. Здесь, звісно, відбувається багато вопросів. А на какую вони будуть видеокамеру фіксувати? А ці видеокамери взагалі сертифіціровані? А чим предусмотрено именно использование этих видеокамер? Якщо з поліцією все понятно, у них з бодикамерами вопрос в принципі решен, вони, скажімо так, знаходяться в правовому полі, то як бути з представителями ТЦК і СП? Ведь специальних подзаконних актів нет. А що, значить, він на свій телефон може знімати? І як це взагалі буде? Не роз'яснюється. Воно просто буде. Тобто, підшли, проводять видеофіксатию чи фотофіксатию. Тут же проверяють нас, соответственно, по базі. То есть у каждого із них, получается, ну, либо у каждой групи, которая буде ходити, буде доступ к реєстру. І по этому реєстру вони змогут проверити ту інформацію, которая содержится в наших документах. Конечно же, конечно же, здесь у вас є вопрос, а що буде, якщо у мене документа нет, либо я його відкажусь пред'явити? Ответ на цей вопрос содержиться в законопроекте 10.379. Сейчас ми його с вами і посмотрим. Вот цей законопроект. Здесь є таке предложення. Вот оно. Как зменить статью 210? Она нам известна. Статья 210 прим касается нарушения законодательства об обороне и мобилизационного законодательства, ну, и законодательства про ВО и ВС. И поскольку данная обязанность, о которой мы говорим, она закреплена в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, то эта статья нам очень хорошо подходит. Потому что вот здесь мобилизационная подготовка и мобилизация. И поскольку сейчас у нас особый период, мы пропускаем часть первую и смотрим часть вторую. Вот она. Соответственно, по части второй мы видим, что есть только одно взыскание. Это штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов. От 34 до 51 тысячи гривен. Вот такой может быть штраф в случае, если вот эти два законопроекта будут приняты. И если человек, например, забыл дома документ, то ему прилетит штраф в 34 тысячи. Но если вы думаете, что это все, что может произойти с человеком, который либо отказался предъявить документы, либо забыл, то это еще не все. Смотрим дальше. Они же меняют еще 263 статью. Вот она. И вот этой 263 статьей они предлагают, что в случае, если человек нарушает законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, ну как в нашем случае, да, вот здесь вот оно, подчас дії особливого периода, может быть затримано на строк до 3-х годин для складания протоколу, а дальше смотрите, а в необходимых випадках, как я красиво рисую, да, для встановления особи та або з'ясования обставин правопорушения до 3-х діб. А как вам? Есть для того, чтобы установить личность до 3-х суток. И, кстати, да, они там предусмотрели еще, что вот эти документы военноучетные, они являются теперь и документами, которые подтверждают личность. И вот если человек, соответственно, не показал им документы, ну забыл, ну всякое может быть, да, задержание на 3-е суток для установления личности, и, соответственно, штраф от 34 до 51 тысячи гривен. Вот такая новая обязанность у нас появится в том случае, если Верховная Рада примет законопроекты 10.378 и 10.379 в том виде, в котором они сейчас находятся на рассмотрении в ней. Будем за этим следить, и если это произойдет, обязательно вас уведомлю об этом. А для того, чтобы не пропустить, подпишитесь на мой YouTube-канал, а также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. На этом у меня все. Если считаете данное видео полезным, ставите лайк. И я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok